Почему происходят аномальные маточные кровотечения? Причинами аномальных кровотечений могут быть совершенно разные гинекологические патологии. Важно, что кровотечение часто является теми самыми красными флагами, на которые женщине нужно обязательно обратить внимание и немедленно обратиться к врачу. Первое, что мы должны исключить при обращении женщины с аномальными кровотечениями, это беременность. Поэтому мы назначаем женщине анализ на гормон беременных РГЧ, хорионический ганантерапин. Это связано с тем, что беременность, даже о которой женщина еще не знает, помимо отсутствия менструации, может проявляться наоборот кровенистыми выделениями и при угрозе ее прерывания на ранних сроках, при начавшемся самопроизвольном выкидыше, например. Особенно это исследование нам важно для исключения внематочной беременности. В большинстве же случаев причиной аномальных маточных кровотечений является полип эндометрия. Это одиночное или множественное разрастание слизистой оболочки полости матки, которое чаще всего возникает на фоне каких-либо воспаленных процессов в полости у женщин, которые рожали, беременели или имеют какой-то гинекологический анамнез. Также фактором риска развития полипов эндометрии является и повышенный вес. Для исключения наличия полипа мы выполняем ультразвуковое исследование. Важно проводить диагностику полипов эндометрия на 5-7 день от начала очередной менструации, чтобы избежать гипердиагностики и ложноположительных результатов. Если же кровотечение действительно обильное и затянулось длительно, то мы можем предложить пациентке различные способы консервативного лечения с целью купирования кровотечения и уже после обследования предмет возможной патологии полости матки. Третья распространенная причина кровотечения у женщин это миома матки. Достаточно подробно мы говорили об этом ранее, но отдельно отмечу, что тактика ведения пациенток с миомой во многом зависит от локализации, размеров выявленных нами узлов, репродуктивных планов женщины и жалоб, с которыми она к нам обращается. Сегодня мы имеем огромные возможности медикаментозного лечения кровотечения, связанных с миомой матки при отсутствии показаний для оперативного лечения. Еще одной причиной маточных кровотечений у женщин является аденомиоз или эндометриоз матки, который развивается вследствие разрастания слизистой оболочки матки эндометрия в толщу. Аденомиоз проявляется обильными маточными кровотечениями во время менструации, болями внизу живота, связанные с этим менструальным циклом, может приводить к бесплодие и общему снижению качества жизни женщины. Пятая возможная причина аномальных маточных кровотечений это гиперплазия эндометрия, которая может быть без атипии и с атипией. Оба эти состояния требуют нашего пристального внимания, особенно в случае гиперплазии, когда риск ее перехода в рак эндометрия без лечения достигает 30%. Главным критерием постановки диагноза гиперплазии эндометрия, помимо жалоб и данных ультразвукового исследования, является гистологическое исследование самого эндометрия. Образец эндометрия для исследования мы можем получить с помощью аспирационной биопсии эндометрии с полости матки или при проведении полноценного выскабливания полости матки в идеале под контролем гистероскопии. Помимо структурной органической патологии репродуктивных органов, причинами аномальных маточных кровотечений могут быть и неструктурные функциональные изменения. Например, проблемы в свертывающей системе крови пациентки, гормональные нарушения, приводящие к анабуляции, хронические воспалительные процессы в полости матки или прием каких-либо препаратов, действующих вторично, например, антикоагулянтов, нестероидных противовоспалительных препаратов, прием гормональных препаратов и препаратов, используемых в практике психиатров. В любом случае, установить причину аномальных маточных кровотечений по силу только врачу-гинекологу после проведения полного гинекологического осмотра пациентки с обязательным проведением внутрозвукового исследования и проведением дополнительных тестов. Как лечить аномальные маточные кровотечения? Если причина кровотечения полип, то мы предлагаем хирургическое лечение, удаление полипа. Для этого мы применяем метод гистероретектоскопии, то есть под контролем видеокамеры через влагалище с помощью коагулятора прицельно удаляем полип, обязательно с его ножкой в избежание рецидива. Медикаментозных способов лечения полипов эндометрия, к сожалению, не существует. Однако, по современным клиническим рекомендациям, у нас есть право в течение года наблюдать бессимптомные и маленькие полипы меньше сантиметра. При этом у пациенток репродуктивного возраста этот срок наблюдения составляет всего один месяц, но все-таки полипы имеют вероятность спонтанному регрессу. Если причина кровотечения миома матки, то тактика ведения пациентов по многому будет зависеть от локализации, размеров выявленных нами узлов, репродуктивных планов женщины и жалоб, которые она предъявляет. Сегодня мы имеем большие возможности для медикаментозного лечения кровотечений, связанных с миомой матки, при отсутствии показаний для оперативного лечения. В каких же случаях миому матки нужно оперировать? Первое – это снижение гемоглобина и развитие анемии из-за кровотечений, если мы никак не можем справиться с этой проблемой медикаментозной. Второе – наличие у женщины хронических тазовых болей внизу живота. Третье – размер миомы матки более 12 недель условной беременности. Четвертое – быстрый рост миомы матки в динамике при наблюдении или рост узлов после на паузе. При суммокозном расположении узлов миомы матки или атипичном росте в области связок или шейки матки, при нарушении кровообращения в узлах мы также принимаем решения об оперативном лечении. Мы всегда обсуждаем с пациенткой возможный объем оперативного вмешательства. Если женщина старшего возраста и не планирует больше рожать детей, ей можно предложить полное удаление матки с целью предотвращения рецидива миомы в будущем, который всегда возможен в случае сохранения органа. Для лечения аденомиоза мы используем медикаментозную терапию, которая достаточно эффективна, помогает купировать неприятные симптомы, предотвратить развитие анемии при кровотечениях у женщин, а также остановить прогрессирование этого, по сути, хронического гинекологического заболевания. С тактикой лечения гиперплазии эндометрия мы определяемся после получения гистологического заключения, учитывая сопутствующие факторы риска и реализацию репродуктивных планов женщины. Чаще всего мы выбираем гормональное лечение с периодическим контролем гистологии. При неэффективности проводимого лечения или при выявлении атипической гиперплазии эндометрия из-за высокого риска развития рака эндометрия пациентке может быть предложено радикально-хирургическое лечение. Что будет, если не остановить маточное кровотечение? Длительное нарушение цикла, тем более обильное выделение, помимо элементарного дискомфорта и снижения качества жизни, приводит к выраженным нарушениям и во всем организме женщины. Эти женщины часто чувствуют себя плохо из-за снижения гемоглобина аферитина крови вследствие длительного и обильного кровотечения, снижается работоспособность, концентрация памяти, нарушается интимная жизнь.